привет мои биатлонные друзья привет вам из кемерово столицы кузбасса где в эти дни проходит чемпионат россии по смешанным боевым единоборствам ммэй но даже в командировке не забываю о любимом биатлоне и готов сегодня прокомментировать две важные темы по одной уже вчера вышла моя статья на news.ru по поводу запретов тора но в общем и целом хотелось бы напомнить основные тезисы и так международная федерация лыжного спорта и биатлона альбью и фис приняли решение частично ввести запрет на фтор то есть наиболее вредные соединения c8 содержащие фтор будут запрещены ну а соответственно c6 пока разрешены запрет вводится уже со следующего олимпийского сезона что вносит немало путаницы и уже и себастьян самуэльсен по этому поводу высказался готовый комментировать абсолютно все происходящее в мире и тут я с ним согласен что в это кажется не своевременной мерой и в принципе физ была готова к тому чтобы еще на год отложить все эти ограничения но первым вводу взбаламутил айбью мы знаем как они стараются дружить и угождать экологом но и в очередной раз приняли такое решение возникает сразу несколько вопросов но во первых почему собственно фтора решили запретить считается что он приносит вред экологии сейчас знаете и зубные пасты уже без фтора делают хотя раньше были всякие второвые но и мази тоже но суть в том что без второвые мази и уступают по эффективности до 30 процентов то есть это по сути нелегальное использование второе это очень сильный технический допинг и естественно сейчас в данный момент нет достаточных технологий методологий которые позволяли бы определить втор и понять когда он был нанесен условно говоря вчера перед стартом или утром либо же когда-то давно когда был еще разрешен то есть тут как с мельдонием помните он долго в организме держался и показывал еще прошлогодние хвосты так и здесь не возникают проблемы первое как отличить во первых этот втор c8 от c6 то есть там тоже когда они были эти использованы мази но и второй момент какие будут наказания за это то есть если будет какое-то строгое наказание какова вероятность здесь сложно положительного например теста какие возможности у спортсмена потом отсудить это в суде если же наказание будет мягкие там просто не допуск до старта то все равно многие будут рисковать ради этого вот и все это делается в общем-то в олимпийский сезон что конечно не добавляет оптимизма но и многое будет зависеть кстати с устранением втора как говорят что готовы они будут идти до конца и как только эти методики будут опробированы то конечной станции будет полный запрет втора как вот в данном случае важно на первое место выйдут не собственно подготовка лыж а структуры а по этому вопросу у нас поскольку проблемы со шлифт машиной и со структурами хуже обстоят дела чем у тех же норвежцев и французов еще одна забота это как поступать на внутреннем уровне то есть вводить эти запреты эти новые правила идентичные международным или же оставлять как есть в первом случае опять же возникает вопрос кто это будет контролировать во втором случае может получиться так что отберутся те кто использует вот эти уже запрещенные методики а на международном старте потом они не смогут их использовать и результаты будут плачевными но и в общем то головной боли с этим делом более чем достаточно и но и второй вопрос это то что опубликовали полностью списки специалистов которые работают со сборными командами мы видим что примеру бывший главный тренер валерий пайховский там уже не фигурирует ни под каким видом на хотя присутствует и барнашов мелехов старший много кто здесь заслуженных людей сан саныч селефонов которые продолжают работу но вот пайховский мог бы там быть консультантом как тот же грушин например тоже он есть в этих списках но есть также большаков отстраненной с должности старшего тренера по резерву то есть в каком он теперь статусе остался простым тренером или что кто войдет в штаб соответственно юниорской сборной то есть появился вот ян савицкий например известный в недавнем прошлом биатлонист сборной казахстана но и есть люди которые исчезли из списков то есть была например аналитиком яна романова и несмотря на то что в новых списках ее нету также коснулись изменения позиции начальника команды то о чем я говорил что нуждов будет пихать свою помощницу татьяну аникееву но планировалось что и дмитрия ротчева он хотел убрать в итоге его удалось отстоять и он будет начальником женской команды ну а соответственно мужской команды будет рулить аникеева та самая которая заменила сергея рожкова ну можно опять же сопоставить рожков чемпион мира опытнейший человек с огромным опытом выступлений на кубке мира и работавший начальником команды и человек который в общем-то ничем себя не зарекомендовал кроме личных каких-то дружеских отношений с нуждовым также он протянул на должность аналитика еще одну свою помощницу начинающую судью из московской области наталью вивденко у которой дочка занимается биатлоном видимо нуждов делает ставку теперь на женщин после того как прокололся стутминым но все-таки у женщин наверное таких пороков нет ну и также многие отмечали то что поменялся врач главный врач сборной теперь не ольга лукина снова алексей лагуточкин и поминают допинговые скандалы которые были с ним косвенно связано но вот именно что косвенно потому что все и ротченков и представители вада и люди имеющие отношение к российскому биатлону знают что другие врачи именно дмитриевы занимались по программой и прочими запрещенными методами алексей лагуточкин в общем-то к этому никогда прямого отношения не имел но и как врач он зарекомендовал себя отличным профессионалом на протяжении многих лет господин голиков почему-то решил от него избавиться видимо решив сэкономить на зарплате но сейчас руководители сбр поняли что лагуточкин профессионал с большой буквы и уж точно в олимпийский сезон такой человек во главе штаба национальной команды не помешает поэтому алексей я поздравляю с возвращением но и также из интересных новинок то что в состав сервис группы сборной россии вошел алексей шевченко который последний гонки чемпионата россии в ханты-мансийске завоевал бронзовую медаль в масс-старте стал призером но в 26 лет видимо решил закончить карьеру спортсмена так и не попал в национальную команду и будет теперь готовить лыжи но скорее всего на каком-то сначала резервном уровне ну а потом может придет время и будет мазать лыжи своей сестре анастасии вот такие дела у нас пока в биатлоне на этом у меня все подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги вот так вот вот так вот Продолжение следует...